Привет, ностальгирующий критик! Я всё помню, так что вам не обязательно. Что ж, продолжается рождественский сезон, но я всё ещё в настроении, чтобы мучить себя. Поэтому давайте посмотрим на ещё одну праздничную вонючку. Химен и Шира. Рождественский выпуск! Само название этого выпуска заставляет меня смеяться до упаду. То есть, что же дальше? Рождество с грововыми котами, рождество с героями Джи и Джо? Чёрт, да я не был бы удивлён, если бы узнал, что есть рождественский выпуск в Звёздных войн. И он такой же глупый, как вы и могли себе представить. Должен заметить, я не смотрел постоянно мультфериал Химена и Шира, поэтому я мог упустить имена некоторых персонажей и тому подобное. Но я помню сюжетную канву. Принц по имени Адам живёт в мире Этерни, где ему, сняв свою одежду, каким-то образом удается скрывать свою личность и превращаться в Химена. У него есть магический меч, и он бьётся с лысым дядей по имени Скелетор. Шира, та же история, только с сиськами. Да, готов поспорить вам очень интересно, как им удалось связать рождество с таким сюжетом. Давайте смотреть, это Химена и Шира, рождественский выпуск. Оказывается, что у Химена и Шира день рождения, поэтому король и королева Этерни украшают замок для празднования. Вы только гляньте, это похоже на гей-парад в стране Оз. Да, да, я знаю, я сделал миллиарды гей-шуток о Химене в прошлом. Хорошо, в качестве особого рождественского подарка я больше не сделал ни одной гей-шутки о Химене. Я надеюсь, вы оцените мою жертву, ибо это будет непросто. Итак, мы видим, как все умственные отсталые персонажи Диснея украшают замок и готовятся к вечеринке. Что ты хочешь, печеньку? И, очевидно, это все, что мы собираемся об этом сказать. Следующая сцена. Оказывается, что оружейники Химен... Ой, простите, Адам. Да, его маскировка действительно сбила меня с толку. Пытаются запустить ракету, которая, как они надеются, будет шпионить за скелетором. Но скажите мне, как черту громко, извергающий огонь боеголовка может за кем-нибудь шпионить? Но оказывается, что наш маленький джавал-полтергейст по имени Орко хочет поближе все рассмотреть. Помнишь ту маленькую, легко ломающуюся ручку управления, которую мы разработали для запуска корабля? Наверное, не стоило было этого делать. Итак, пока наш космический санитар Мудила летит в небе, нам показывают хитры. Пока остальная часть названия не будет содержать фразу «Дипа», трахайся, мне неинтересно. Да, готов поспорить, вы никогда не слышали джингл Беллс и Химена вместе. Пока не заменить букву «И» в слове «Беллс» на букву «Эй». Ладно, ладно, я пообещал. Привет, сестренка, у меня есть сила. Мне нравится то, что это преобразование не вызвало никакой реакции. Она могла бы что-то готовить на кухне и такая. Химен, как освободишь ты, вытрешь стол. Хорошо, не обращай внимания. Хорошо, я не буду делать гей-шуток. Но для заметок я хотел бы подсчитать, сколько я мог бы сделать гей-шуток. Но злой скелеттор пытается поймать Химена. О, черт, это пацаны от, когда мы экономим, покупай пояса из куча. Но, к счастью, его спасает чудо-женщина, прилетевшая на радужном единороге. Хей, как такое может быть, что у них не шевелятся волосы, хотя они находятся на расстоянии сотен метров над землей? Итак, они следуют за ракетой, чтобы узнать, смогут ли они ее вернуть. Хорошо, что они могут дышать в космосе. Ну, никого, о ком мы будем грустить. Мы видим, как Орк улетит на планету Земля, и подождите-ка... Земля? Боже мой, это же повтор фильма Властелина Вселенной! Прячьте все розовые кадиллаки! Он приземлился возле двух детей, которые, я так думаю, искали елку посреди гор! Достаточно крутая у вас традиция, ребятня! Что ты делаешь здесь, в снеге? Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Ах, там, там! Ты не потерялся! Ты меня нашли, не ты? Моя корабль упал на эту лбу! Давай, я покажу тебе! И мы можем найти возможность купить тебе в безопасности домой! Да, это было бы замечательно! Если бы у тебя был мобильный, мы бы связались с кем-то, чтобы они пришли и спасли нас! Это было бы замечательно! О, кстати! Что ты, мать твою, такое! Скорее, растворитесь в другой сцене! Мы должны держать религию от этого как можно дальше! О! Простите, я тренируюсь делать это каждый раз, когда звучат эти слова! Хе-хе-хе! Не, Тила! Мой транспорт-бим может сделать это! Проблема, это, что он нужен керриум-вотер-кристалл, чтобы поверить его, и нет в Этернии! Хорошо, давайте я скажу вам, что в действительности они говорили! Моя техно-штучка может помочь решить проблему, но нам необходимо найти случайное техническое устройство для техно-штучки, чтобы она заработала! Я не нашла! Хорошо, принеси мне подарок, когда вернешься! Пойди туда! Сделать то! Следующая сцена! О! Слава Богу, что мы не упустили ничего важного! Хе-хе-хе! Хе-хе! И кажется, эту историю мы тоже пропустим! Вы знаете, я просто обожаю рождественские выпуски, которые полностью игнорируют Рождество! О, Господи! Каждый раз, когда это случается, я чувствую невероятную боль! Боже, я ненавижу это прорастание крыльев! Как болит! Итак, мы летим на планету Нью-Джерси, где они пытаются найти ту штуку с водным кристаллом, чтобы найти орку! Это не кажется вам слишком преувеличенным! То есть, это то же самое, что сказать! Осторожно, черепаха, черепаха! Она такая плохая, что даже слая! Но, к счастью, монстр невероятно тупой, поэтому Широ забирает водный кристалл без всяких проблем! Пока не выскакивает другой монстр! Подождите-ка! Это голос единорога? Это наиболее не волшебная вещь, которую я когда-либо слышал! Да, я не смотрел Широ, когда был подростком! Но не должен ли голос единорога быть приятным и элегантным? То есть, чтобы девочки хотели услышать от своего единорога? Пойдем, Широ, поищем каких-то злодеев! Может, по дороге зайдем в магазин за папиросами? Он просто звучит неправильно! Но, к счастью, этот монстр не кажется таким уж крутым, чтобы его победить! Ого! Вот чертина! У него есть пузырики! Боже мой, робот умеющий трансформироваться, трансформироваться в какое-то трансформированное зло! Я думаю, оно называется... Заботливые медвежата! Итак, Широ придется использовать всю свою смекалку и все свои боевые навыки, чтобы выбраться оттуда! Это было легко! Потом она кайфристалла оружейнику, который сумеет вернуть Орку домой! В интернете называется похищением! Орку! Кто твои друзья? Я гейское дитя Кейси Кейси и сына Джерри Сэнфилда! Не-е-е-е! Между тем мы переносимся к запеченной картофелине, где Форд Прайм, я так понимаю, злой правитель, обеспокоен преимуществами доброты в виде Рождества, что может повредить его злым планом! Поэтому он вызывает Скелетора и какого-то другого злодея, чье имя я не могу понять! Борда? Дурак? Херак? Ааа, мне пофиг! Да на что черт возьми, я вообще смотрю! Правитель тьмы это просто горящая какашка, которую никто не может понять! Если на то пошло, то что черт возьми, он вообще говорит! Посмотрите на лицо Скелетора, он явно не имеет ни малейшего представления, о чем он болтает! Я не понимаю! Это английский! Нужно нормально произносить слова! У меня нет губ, и то я могу нормально произносить слова! А, даааа, то что вы сказали! Но оказывается, что между этими злодеями возникли некоторые разногласия! И ты? Ты даже не можешь обмануть той волшебной женщины Широ! Просто секунду! Что с тем, как он обманут тебя? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Да, вы все слышали верно! Хорт Прайм, злой правитель тьмы и хочет на самом деле украсть Рождество! ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Я позволю тебе не согласиться! Но, к сожалению, войска зла прибывают, чтобы... Вау! То есть, вау! Как может мультсериал, который старается не вкладывать в сюжет гей-символику, постоянно делать это? Итак, бардак... Неважно. Посещает детей и Оркун, его перехватывают гоботы. Просто добавим в список. Их бросили в трюмузлы и машины, но, к счастью, некоторые персонажи, которых называют маншины... Да, они действительно так называются. Приходят на помощь. Угадайте, что я умею делать? А еще и выпекают пироги. Итак, Химэн, Шира и это металлическое дерьмо из игры Мегамэн вместе пытаются спасти детей. Да, после всего этого давайте сюда вставим игрушки. Это же все-таки рождественский выпуск. Ну, приходит Скелидор и вновь посещает детей. Ой, если бы он только мог летать. Что ты сказал? Как я мог тебя услышать? Они делают аварийную посадку в горах, и Скелидор должен провести некоторое время с детьми. Время Рождества? Я еврей! Мне дарят свечи, волчки и новую пару штанов ежегодно. Я буду все время ворчать, чтобы вам было плохо, маленькие вы гитлера. Теперь двигайтесь! Я думаю, что эта реплика отняла мне все силы. Теперь двигайтесь, вы два, пока Хордаг вернёт. Мы так холодны. О, убейся! Это заставляет вас задуматься. Почему этот Скелидор добавил возможность создавать пуховики в свой магический посох? Мой посох может делать что угодно. Убивать людей, разрушать города и создавать модные шубки. Но почему? 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 А если кто-то замёрзнет? Люди должны сохранить нормальную температуру своего тела. Посох также может создавать небольшие зонтики, которые кладут в коктейли. А это для чего? Ты когда-нибудь пил пену-каладу без этого маленького зонтика? Это угнетает. Никто не должен подвергаться такому злу. Я Скелидор! Но оказывается, что Дух Рождества так силён, что кажется, даже подействовал на нашего костлявого властлина зла собственной персоной. Но если ты посмеешь пожевать одну из моих костей, клянусь, ты будешь первым, кого я съем. Итак, на своём рискованном пути не встречает Химе Наширу Худака. Какая разница, и даже Хорд Прайма, что приводит к грандиозной битве. Чувак, ты попал ему прямо в курс! Ты только что попал моих молодежей! Ибо именно это приходит вам на ум, когда вы думаете о Рождестве. Люди, выбивающие дерьмо друг из друга. И как раз перед тем, как Хорд Прайм собирается убить детей, Скелидор снова чувствует Дух Рождества и даёт ему отпор. И так, Хорд Прайм уничтожен, они с помощью луча отправляют детей домой. Ой, это не наши родители. Почему Адам одет как Дед Мороз? Ну, эта маскировка далеко не такая хорошая, как твоя маскировка под Химен. В следующий раз попробуй снять больше одежды. И, конечно, мы слышим одно из тех полусраных сообщений, которыми заканчивается каждый выпуск. Я знаю, речь идет о том, чтобы делать так, чтобы другие люди чувствовали себя неполноценно. Как это значит парочки ног и носа? Или даже лица? Ради Бога! О, Орко... Не смейтесь надо мной, я вас всех убью! И это Химен и Шира, рождественский выпуск. Мультик довольно глуповатый и не имеет никакого смысла, но, если честно, чего вы могли еще от них ожидать? Он тупой, но не вредный. Вот и все, что о нем можно сказать. То есть, есть гораздо больше вещей, которые могут быть хуже. Например, я был бы просто напуган, если бы действительно существовал рождественский выпуск Звездных войн. Почему он постоянно продолжает это повторять? Озвучил Хайман